Спиртное никогда не доводит до добра, особенно в жилищных вопросах. Так в ноябре прошлого года два 19-летних жителя поселка Теренга весело проводили вечер в местном кафе. К ним обратился знакомый с просьбой выгнать надоевшего постояльца. Уходить горе жилец отказался, поэтому борцы за квадратные метры его жестоко избили и оставили на дороге, где потерпевшего нашли сотрудники ДПС, которые и вызвали скорую. Из больницы потерпевший снова вернулся домой, что не устроило хозяина дома. В этом же составе двое парней по просьбе владельца дома снова избили потерпевшего, но в этот раз довели дело до конца. Судимые совместно согласованно нанесли погибшему множество телесных повреждений, то есть руками и ногами, также с использованием предметов, после чего оттащили погибшего в колодец, находящийся на углу домовладения, и скинули его в этот колодец. Причиной смерти погибшего стала механическая асфиксия, то есть он захлебнулся водой. На суде жители Теренги утверждали, что не хотели убивать потерпевшего. Однако предоставленная в качестве доказательства запись с камер видеонаблюдения свидетельствовала об обратном. На этом основании суд вынес обвинительный приговор. Приговором Ульяновского областного суда подсудимые были признаны виновны в совершении преступления, предусмотренного пунктом Ж, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно умышленном убийстве, совершенном группой лиц. И подсудимым были назначены наказание в виде лишения свободы. Подсудимый Кадыров был приговорен к 14 годам, а его сообщник Макаров к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, так как осужденные еще могут подать апелляционную жалобу. Юлия Руднева, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.